Росомаха 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 В 1989 году Росомаху можно увидеть в мультфильме «Прайд из Людей Икс». В 1992 году Логан появляется в мультсериале «Люди Икс». Здесь он является одним из главных героев. Появляется в большинстве серии, принимает активное участие в жизни команды. Также показаны несколько эпизодов из его прошлого. Да, а где твоя шайка? Забавно, что ты спрашиваешь. Я не вернусь. Закружилась голова. В 1994 году Росомаха засветился в мультсериале «Человек-паук». Еще бы. Какое зрелище. Дай залп по этим недоноскам. Убирайся прочь. Приятель, закончим чечетку в другом месте. В фильме Люди Икс 2000 года роль Логана, как и во всех будущих фильмах, исполнил Хью Джекман. Росомаха, как и в комиксах, не помнит своего прошлого. Он зарабатывает на жизнь боями без правил, используя как преимущество свой адамантивый скелет. Позже Логан присоединяется к Людям Икс и участвует в битве на Статую Свободы. В финале Чарльз дает ему местоположение комплекса на озере Алкалии, куда Логан и отправляется, чтобы вернуть хоть часть памяти. На прощание он оставляет Роук свои жетоны. В этом же году Логан появляется в Люди Икс Эволюция. В этом мультсериале Росомаха Человек, чье прошлое покрытое тайной. Ведет курс боевой подготовки для подростков из Люди Икс. В 2003 году Росомаху можно увидеть в фильме Люди Икс 2, где Логан признается Джин, что любит ее, но она дает понять, что выбрала Скотта. После этого Росомаха вместе с остальными людьми Икс, Магнета и Мистик участвуют в атаке на комплекс Страйкера, победив Леди Смертельный Удар и вспомнив день своей трансформации. Он оставляет Страйкеру, который вскоре погибает, свой жетон, а затем вместе со всеми оплакивает пожертвовавшую собой Джин. Он сообщает Скотту, что она выбрала его. В фильме Люди Икс. Последняя битва 2006 года Логан вместе с Людьми Икс обезвреживает Магнета с помощью лекарства от мутации. Но внезапно пришедшая в ярость Джин Феникс начинает всех разрушать. Приняв трудное решение, Росомаха подходит к Джин, преодолевая ее телекинез с помощью своей регенерации. И по ее же просьбе пронзает ее своими когтями, перед этим признавшись ей в любви. Что хочешь за них погибнуть? Нет, не за них. За тебя. Спаси меня. Я люблю тебя. В 2008 году Росомаха стал лидером Людей Икс после того, как Профессор Икс впал в кому в мультсериале Росомаха и Люди Икс. Послушай, ты не понимаешь, что творишь. Тебя же контролируют. В мультфильме Росомаха против Халка 2009 года Логан был послан остановить Зеленого, но в итоге их обоих захватило оружие Икс. Кто ты? Пожалуйста, умоляю, оставь меня. Если не перестанешь трещать, выскочит третье лезвие. Вот чёрт. Не думал, что ты воспримешь это так близко к сердцу. В этом же году выходит фильм Людей Икс «Начало Росомаха», где подробно отписывается прошлое Логана. Как и в комиксах, его имя Джеймс Холлэд. И он родом из Канады, но родился он в начале 19 века, а не в конце. Также Росомаху можно увидеть в комедийном мультсериале «Отряд супергероев» 2009 года. В 2010 году Росомаха появляется в мультсериале «Мстители. Величайший герой Земли», который продлился до 2012 года. В 2011 году Росомаха присутствует в Марвел-аниме, состоящая из четырёх частей «Железный человек», «Росомаха», «Люди Икс» и «Блэйд». Далее Логан появляется в нескольких эпизодах мультсериала «Совершенный человек-паук», который шёл с 2012 по 2017 год. Это сделал не я, как бы я мог? Считаю до трёх. Думаешь, мне под силу, к примеру, приказать тебе помыться? В фильме Росомаха «Бессмертный» 2013 года, который является продолжением основной трилогии, Логан снова выступает главным героем. Сильно раскаиваясь за убийство Джинн, он покинул «Люди Икс» и поселился в глухой канадской провинции, где ведёт жизнь отшельника-алкоголика. В этом же году Росомаху можно заметить в мультсериале «Лего Марвел. Супергерои». Максимальная перезагрузка. Спасибо, Капитан Америка. И тебе, Росомаха. Эй, я люблю шашлык. Далее Логан появляется в мультсериале «Халк и агенты Смэш» 2013 года, где вместе с агентами охотятся на монстра Вендиго. Где я? И что случилось? Ты был чем-то одержим. В «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 2014 года Логан отправляется в 1973 год, чтобы изменить будущее и предотвратить создание Стражей. Поверите, если я скажу, что меня прислали из будущего. Что за чё? В этом же году Росомаха появляется в нескольких эпизодах аниме «Мстители. Дисковые войны». В фильме «Люди Икс Апокалипсис» 2016 года у Росомахи эпизодическое появление в сцене побега из лаборатории «Оружие Икс». Однако здесь он наиболее близок к оригинальным комикам. В третьем сольном фильме «Логан» 2017 года Хью Джекман сыграл своего персонажа в последний раз. Мутанты почти вымерли. Логан постарел из-за ослабления исцеляющего фактора и страдает от воровления адамантии. Неожиданно обнаруживается новый мутант, девочка по имени Лора, со способностями, как у Росомахи. Логан – профессор Ксавье, и Лора отправляется в Северную Дакоту, чтобы найти других выживших детей-мутантов и переправить их через канадскую границу. Ксавье, а концу фильма и сам Логан погибает от рук Икс-24, совершенного клона Росомахи. После его похорон Лора ставит крест на его могиле в виде буквы «Х». На момент смерти Логану было 197 лет. В 2018 году Росомаху можно увидеть в фильме «Дэдпул 2». В сцене после титров Уэйд отправляется в прошлое, чтобы убить свою версию из фильма «Люди Икс. Начало Росомаха» и встречает Логана. Слушай, в своё время ты всё же уйдёшь на покой. Чем расстроишь уйму людей. О, ясно. Заблю тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова